здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто нас смотрит на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго и ведущие эдуард брумер и геннадий брумер а сегодня мы беседуем с украинским журналистом писателем публицистом телеведущим членом украинского пен-клуба виталием портниковым виталий эдуардович добрый вечер виталий дарыч большое спасибо что вы согласились в это столь позднее для вас время побеседовать с нами потому что украина очень важно для нас у нас довольно большая украинская община и ваш взгляд будет очень и очень интересен виталий эдуардович взаимоотношения украины и сша это одна из самых важных составляющих в политике на сегодняшний день на ваш взгляд хоть джо байден и говорится совсем мало находится в белом доме и все-таки подход джо байдена и дональда трампа в чем разница и кто и калкал кого из них подход вам ближе в отношениях с украиной сша и украины я думаю что отлично тут есть прежде всего в знании предметов джо байден очень хорошо знаю что такое украина это очевидно он в бытность своей вице-президентом соединенных штатов был можно сказать куратором украинского направления в администрации барака обама он приезжал в нашу страну он выступал нас большой речи в украинском парламенте он прекрасно понимал как функционирует украинская власть разбирался в украинских политических процессов я думаю что сейчас ему конечно не до этого что у него очень много других дел но тем не менее мы знаем что с первых дней своего пребывания на посту главы американского государства господин байден постоянно проявляет поддержку украины он говорил об украине дважды с президентом российской федерации владимиром путином это тоже был очень важный момент я думаю что если действительно состоится в июне американско-российский саммит то тема украины тоже будет важной темой на этой встрече и в этом смысле конечно мы можем говорить что нынешняя американская администрация заинтересована во взаимоотношениях с киевом как союзником но вместе с тем это тоже очень важный момент о котором нужно сказать есть четкое понимание вашингтоне что украина должна самостоятельно продвигаться по пути рефор и это то о чем говорил государственный секторент и блин во время своего пребывания в украинской столице виталий эдуардович а да говорите пожалуйста извините и вот это очень важный момент я хотел бы отметить еще раз что мы всегда придерживались концепция который недавно говорили президент владимир президентский говорили о предшественных петра порошенко мы придерживаемся концепции двупартийной поддержки украины мы тут не стараемся делить американцев на политические лагеря мы считаем что самой среди соединенных штатах могут быть внутриполитические различия различные подходы к решению тех или иных проблем но и демократы и республиканцы объединяет общие ценности с нами это ценности свободы и права государства самостоятельно определять свой выбор и поэтому я считаю некорректно сравнивать подходы президента демократа и президента республиканца барака обама дональда трампа или джозефа байдена у каждого из них были свои особенности в подходах к украине и к украинском кризису каждый совершал ошибки джозефа байден как правильно говорите только недавно на посту президента а барака обама были очевидные ошибки до трампа были очевидные ошибки но мне кажется что это не главное а вы могли бы назвать какие именно ошибки просто для сравнения интересного дональда трампа были в отношении украины что он делал недостаточно по вашему мнению я думаю что президент трамп в принципе не воспринимал украину как некий самостоятельный субъект политики его украина интересовала только в свете тех отношений которые можно наладить или не наладить с россией это достаточно распространенный подход для американских политических деятелей там был не первым или последним может быть оказаться президентом у которого такой подход а я как раз за то чтобы воспринимать украину как самостоятельный политический субъект а не некий объект который либо помогает улучшить отношения с россией либо мешает улучшить отношения с россией собственно я не думаю что я вам открываю какие-то тайны президент трамп сам неоднократно высказывался подобном ключе что по моему разница в моих подходах и подходах трампа она налицо виталий эдуардович вот сейчас было сообщение перед тем как мы с вами начали беседовать по поводу северного потока 2 я имею ввиду том что администрация байдена собирается снять санкции из компаний из людей которые занимаются северным потоком 2 как это может сказаться на украина экономики украины в целом и как вообще к этому относится тому что администрация байдена может снять санкции из северного потока 2 в угоду германии я не видел этих сообщений до последнего времени мы слышали от президента байдена и государственных граблинкина что северный поток а 2 это плохая идея и я не считаю что эту идею нужно расплатить с экономической точки зрения эту идею здесь киеве очень некоторые наблюдают не расплаты с экономической точки зрения и в европе я вообще считаю что это совершенно другая история украина действительно может потерять некие деньги от транзита российского газа я не вижу в этом ничего из ряда вон выходишь если северный поток 2 действительно будет построен если по нему пойдет весь российский газ который идет в европу если окажется что мощности существующих трубопроводов новых достаточно для того чтобы транспортировать по ним газ в чем я кстати не уверен потому что я считаю что потребность газа по мере избавления германии от угля будет увеличиваться и в любом случае придется задействовать украинскую газ транспортную систему то действительно мы потеряем некие деньги которые наполняют наш государственный бюджет но это совершенно нормальная ситуация для каждой страны извините страны теряют иногда деньги когда снижаются ценам на нефть страны теряют цен на деньги когда они перестают быть транзитными государствами экономика вообще современная строится не на этом я считаю что чем быстрее мы избавимся от этой удавки транзита с экономической точки зрения тем лучше для нас как и тем лучше для россии если она избавится от нефтяной удавки но мы мне северный поток 2 важен совершенно с другой точки зрения я вообще считаю что идея президента россии владимира путин о строительстве альтернативных путей доставки российского газа в европу связано вовсе не с экономикой с политикой то есть возможность проведения активных боевых действий на украине за действием авиации ракетной техники без опасений повредить существующие маршруты доставки российского газа в европу я в этом смысле считаю украинскую газотранспортную систему гарантом европейской безопасности потому что если в результате строительства северного потока 2 и понимание в москве что по крайней мере на ближайшие годы можно будет обойтись без украинской газотранспортной системы если она будет уничтожена в результате или придет негодность в результате военных действий то тогда конечно европейские страны потеряют в случае такой большой войны в украине гораздо больше чем они приобретут в случае строительства северного потока 2 будут сотни тысяч если не миллионы беженцев будет дестабилизация ситуации из-за этого нового миграционного кризиса который будет у границ уже непосредственно европейского союза этого не сирия с которой нужно добираться будут большие лагеря беженцев польши в венгрии люди будут стараться попасть в германию я думаю что подобная ситуация может вообще поставить под сомнение стабильность европейского союза как такового и я вообще вполне допускаю что владимир путина именно этого добивается если вспомнить как он вел переговоры с бараком обама по сирийскому кейсу и то что затем был огромный поток беженцев из сирии который вообще поставил под сомнение эффективность европейского союза и увеличил популярность сил в свою очередь поддерживаемых и финансируемых москвой я вполне допускаю что все эти обходные маршруты это просто подготовка к развалу европейского союза я об этом неоднократно говорю мои американские немецкие коллеги не хотят это видеть но они это увидят тогда когда эти потоки беженцев будут жить на их улицах но как говорится отрезвение происходит только после того как очевидные события уже случаются виталий эдуардович послезавтра 20 марта исполняется 22 года как владимир саны зеленский стал шестым президентом украины как бы вы оценили его правление это почти половина пути почти там полгода не хватает его удачи если вы можете если таковые были и его поражение неудачи если тоже такие были как вы вообще оцениваете эти два года вот этого молодого человека ну господин зеленский не так молод он молод как политик потому что он занялся политической деятельностью только в год своего избрания президентом но он ему далеко за 40 он уже не молодой человек у которого есть жизненный опыт это к сожалению не жизненный опыт политического деятеля менеджера это жизненный опыт телевизионного комика который в последние годы своего творчества работал в неком политическом кабаре который по сути обслуживала интересы одного из олигархов и бизнес партнера владимир зеленского игоря коломойского против которого недавно были введены персональные санкции соединенных штатов решения государственного сектора блинкин я в 2019 году и позднее говорил что в 2019 году в нашей стране произошел олигархический переворот олигархи которые поняли что действовавшая тогда украинская власть не может не обращать внимание на требования западных кредиторов и фактически приступила к диаголиогархизации страны одними самых важных элементов которые было оздоровление банковской системы и потеря игорем коломойским контроля от приватбанка крупнейшим финансовым учреждением украины которое было близко к банкротству сплотились и благодаря целой сети политтехнологических проектов в том числе и популярного сериала слуга народа который выходил на телеканале игоря коломойского один плюс один и где владимир зеленский играл главную роль президента готового расстреливать собственный парламент и отказывать международному валютному фонду они помогли избранию главой государства человека никогда не занимавшуюся политикой но зато готового затормозить те поступательные реформы изменения которые происходили в нашей стране со времен майдана 2013-2014 годов участником которого владимир зеленский конечно же не был с этого времени начинается вот этот вот постепенный олигархический реванш который сопровождается развалами институции который сопровождается крахом самых важных для страны проектов именно в это время но самый яркий пример который даже не надо особенно доказывать который видно невооруженным глазом это полный провал компании вакцинации нашей стране вот сегодня верховная рада отправила в отставку министра здравоохранения но конечно за этот провал отвечает не министр здравоохранения за этот провал отвечает лично президент зеленский собственно который рекомендовал этого министра и предыдущих министров и один из министров просто несколько дней по был министром во время пандемии убежал с этой должности так и не поняв что происходит а в нашей стране второй дозы вакцины получили всего несколько человек по сути то есть фактически еще не началась реальная кампания вакцинации и это очень тревожно и это вот один из провалов деньги для которые должны были быть потрачены на закупку вакцин они пошли в на проекты которые должны были помочь улучшению имиджа президента стремительно к счастью теряющего свой рейтинг в популярности среди населения в частности на проект строительства дорог который вот так вот развивался именно во время пандемии многие считают что этот проект еще имеет очень серьезную коррупционную емкость которая вероятно станет очевидной для населения только после отставки гостина зеленского с поста главы государства и украина имеет все шансы превратиться в такую черную пандемическую дыру между европейским союзом где вакцинация идет гораздо быстрее и россии где как известно есть собственная вакцина к этой вакцине есть масса вопросов но тем не менее ею вакцинировано куда больше людей большее количество населения в отдельном весе чем то количество людей в украине которые вакцинированы вакцинации сейчас мы может сказать стоим с протянутой рукой и ждем что нам другие страны помогут с вакцинами у которых у них уже избыток и это я вас уверяю связано не только с тем что мы там не члены евросоюза не находящийся не так далеко от нас сербия которые вовсе не члены евросоюза сейчас платит людям деньги за то чтобы они вакцинировались и вакцинируют жителей соседних государств которые тоже есть большие проблемы с компанией вакцинации можно сравнить украину свое нынешнем положении допустим только сбой снега цыгаре страной где до сих пор не урегулирован до конца конфликт институции так что я думаю что это деградация украинской государственных институций и общество будет продолжаться все управление владимира зеленская после его ухода с политической сцены если он состоится конечно после его первого срока нам придется восстанавливать это государство по кирпичикам как это происходило после ухода с политической сцены вектора янахович тем не менее не буду скрывать что в правлении владимир зеленского принесло и свои очевидные плюсы о которых тоже можно говорить это принятие наконец закона который позволит ввести в оборот продажу своих хозяйственных земель надеюсь что этот закон будет работать рано или поздно и это то что сейчас у владимир зеленский по тем или иным причинам ограничивает присутствие стране пророссийской пропаганды и вступил в открытую войну с ближайшими другом президент россии владимира путина виктором медведчуком надеюсь что эта борьба тоже будет не покажу так что определенные достижения в этом смысле его уже тоже есть а виталий эдуардович последнее время ходили разговоры о возможности переговоров между президентом зеленским и президентом путино если основании к таким переговором нужны ли ли они и которые не было никаких разговоров о переговорах владимира зеленский владимира путина это фантазии владимир зеленского и который говорит что он хочет встретить со свадьимиром путина и предлагал ему разные места для встреч. От издевательских для Владимира Путина до экзотических для Владимира Путина. Так господин Зеленский предлагал Владимиру Путину приехать на Донбасс. Я, кстати говоря, поддерживаю это предложение господину Зеленского. Владимиру Путину стоит приехать на Донбасс и посмотреть на плоды рук своих. На все то смертоубийство, которое он устроил в этом регионе Украины. Но понятно, что Владимир Путин туда не поедет. Потом Владимир Путин, Владимир Зеленский вдруг предложил в АТК, клятчество места встречи двух президентов православных государств, что, конечно, является для Владимира Путина издевательством открыто, но там тоже не очень Кремля на это отреагировали. А сам Владимир Путин, как вы знаете, очень четко сформулировал свою мысль. Если президент Зеленский хочет разговаривать об отношениях Украины и России, он должен приезжать в Москву, а если он хочет разговаривать о кризисе, о российско-украинской войне, самон факта, который Путин не признает, он должен ехать в Донецк и разговаривать с лидерами так называемых народных республик, то есть марионерочных администраций, которые там назначены оккупационными властями России. Поскольку я думаю, что Владимир Путин с Зеленским не собирается капитулировать с Владимира Путина и ни в какую Москву не поедет, то никакой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Эта встреча, на самом деле, я не думаю, что она нужна Зеленскому и не думаю, что она нужна Путину. Возможно, Зеленскому хочется так говорить, чтобы удержать ту часть своего электората, который он уверял, что он сможет решить эту проблему, но на самом деле между Киевом и Москвой нет никакой платформы для реального диалога. Россия не признает фактов. Она не признает, что она аннексировала Крым, и она не признает, что она присутствует в конфликте на Донбассе. Она считает себя посредником. С точки зрения украинского законодательства, Россия это агрессор, который аннексировал часть украинской территории. О чем там разговаривать? То есть комедия все, понимаете? Поэтому тут, скажем так, на этой сцене может остаться только кто-то один. К моему большому сожалению. Либо Украине удастся отбиться от агрессора, либо это государство будет поглощено Россией, оккупировано Россией, и станет частью Российской Федерации. Возможно, залитая кровью. Никаких других вариантов не существует. Президент Зеленский может придумывать себе все, что угодно. Его поклонники и сторонники могут придумывать себе любые иллюзии. Вот реальность, она такова. Другой реальности у меня нет. Ни для господина Зеленского, ни для моих соотечественников, ни для вас. Виталий Эдуардович, если не Зеленский, и если не Порошенко, то кто? Я имею в виду пул украинских политиков, которые бы могли бы вывести Украину из того положения, в котором она находится. Видите ли вы тех политиков, которые могли бы... И есть ли возможность досрочных президентских выборов? Я не считаю, что есть возможность досрочных президентских выборов. Несмотря на падение рейтинга господина Зеленского, у него достаточно еще хороший этот спецрейтинг, чтобы не думать о досрочных выборах. И я как раз за то, чтобы власть сменялась стране по закону, а не путем кризисового катаклизма. На сегодняшний день бывший президент Петр Порошенко, лидер национал-демократических сил и ближайший преследователь господина Зеленского в президентской гонке. Это не значит, что за ближайшие годы не может эта ситуация измениться. Не появится еще кто-то. Но мы не знаем, этот кто-то станет реальным конкурентом господина Зеленского или господина Порошенко. Или отберет голоса у одного из них, сделав более вероятную победу конкурента. Ну то есть, например, если появится новый кандидат-популист, из того же теста сделанный, что и Владимир Зеленский, я не думаю, что он победит на выборах, этот кандидат-популист. Потому что думаю, что на следующих выборах апатии, разочарования населения будет ужасной. А я думаю, что он просто отберет те голоса, которые нужны будут для господина Зеленского, чтобы выйти во второй тур. И тогда в втором туре, скорее всего, будут про-украинские кандидаты. Это может быть, скорее всего, господин Порошенко. И пророссийский кандидат. Это может быть господин Бойко или господин Медведчук. А если появится некий кандидат на национальном фланге с сильными позициями, ну я пока не знаю, кто это, но бывает в политике разные вещи, я не стал бы утверждать, что это так уж невозможно, то вот он отберет голоса у господина Порошенко. И вряд ли победит на выборах, но сделает более реальную победу господина Зеленского на второй срок. Так может быть. Потому что тогда господин Зеленский выйдет во второй тур с господином Бойко как кандидатом пророссийских сил. Вот это примерно так может быть. То есть я имею в виду, что если третий кандидат появится, он вряд ли станет президентом Украины, но облегчит победу вот этому, одному из этих двух основных конкурентов на следующих выборах. И, конечно, я считаю, что лагерю Петра Порошенко для того, чтобы облегчить победу национал-демократического кандидата и вернуть Украину на путь реформе европейской и европейской интеграции не на словах, а на деле, нужно думать о том, нужно растить этого популистского кандидата прежде всего. Это главная цель. Вырастить кандидата, который сможет размыть голоса электората Владимира Зеленского. А для лагеря Владимира Зеленского, конечно, главная цель это растить национал-демократического кандидата. Своего. Который сможет размыть голоса господина Порошенко. Вот у них такие две противоположные цели. Кому удастся вырастить этого Франкенштейна, тот и победит. Потому что у обоих, конечно, будет довольно большой антирейтинг следующим выборам и у Зеленского и у Порошенко. И без вот такой вот кислородной подушки победить будет непросто. Виталий Эдуардович, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу и вернемся через пару минут. Не отключайтесь, пожалуйста, очень интересно. Мы возвращаемся в программу Политинформания радиостанции Народная волна Чикаго. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с украинским журналистом и публицистом Виталием Портниковым. Виталий Эдуардович, вы с нами? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Виталий Эдуардович, дело Медведчука самое известное сейчас вот все, что печатают об этом. Как вы считаете, российские СМИ считают, что это охота на ведьм. Как вы считаете и закончена ли карьера Виктора Медведчука как политика Украины? Как вы это видите? Если обиды против него будут доказаны, то да. А если дело, по которому он сейчас привлекается к ответственности, рассыплется в ходе судебных разбирательств, то нет. Виктор Медведчук остается народным депутатом Украины. Он влиятельный, кулуарный политик. Вот сейчас он находится под домашним арестом, но он никогда особенно не появлялся в публичном пространстве. Для того, чтобы влиять, ему не нужно быть вне дома, вне своего дворца, где он живет. Так что все будет зависеть от того, как пройдет реальное следственное действие и как состоится судебный процесс. Я думаю, что карьера Виктора Медведчука может быть не только незаконченной, а именно Виктор Медведчук может стать бесспорным лидером пророссийских сил Украины уже в публичном сегменте. Он всегда был таким непубличным лидером. Но сейчас власть по большому счету создает ему ореол такого вот публичного лидера пророссийского политического лагеря. Так что я бы не стал бы утверждать, что карьера Медведчука закончится. Карьера таких, как Медведчук, закончится, когда у нас не будет людей, которые искренне считают, что украинское государство это ошибка истории, временный проект, и что рано или поздно эта территория станет частью России. Пока эти люди есть Медведчуку как политику, ничего не угрожает. И может угрожать только справедливый суд и компетентное следствие. А насколько влияние Медведчука сильно сегодня в украинской политике? Я думаю, достаточно сильно. И самое главное, еще раз повторяю, с Медведчуком конкурируют многие люди, которые хотели бы иметь тот же самый электорат и то же самое влияние, что и Медведчук. Но влияние Медведчука это не его личное влияние. Медведчук светит отраженным светом, светом Путина. А пророссийские избиратели в нашей стране голосуют за тех, на кого пальцем показывает Путин. Вот я приведу вам простой пример. На предыдущих парламентских выборах, на последних, простите, парламентских выборах были две политические партии. Это та партия, одним из лидеров которых является Медведчук, оппозиционная платформа за жизнь, и партия оппозиционный блок, которая была создана вскоре после Майдана 2014 года из остатков партии регионов и была главной политической силой до 2019 года в пророссийском лагере. И на последних парламентских выборах 2019 года эту партию поддерживал влиятельнейший, богатейший человек Украины, олигарх Рената Арметова. Эта партия не то, что не попала в парламент, она вообще никуда не попала. Ее кандидат на президентских выборах не получил никакого значительного количества избирателей. Почему? Потому что было ясно, что партия Медведчука пользуется поддержкой Путина. Поэтому до тех пор, пока Путин будет поддерживать Медведчука, я думаю, он будет поддерживать его всегда, Медведчук будет влиятельнее, чем другие пророссийские политики. Мне кажется, это простая формула. Если вы хотите, чтобы Украина была частью России, то ваш президент это Путин или Зеленский, правда? Вы к нему прислушиваете? Виталий Эдуардович, на протяжении последних семи лет российская пропаганда ну просто аж с людьми брижет, чтобы как-то значит черными красками закрасить Украину. То есть все, что плохое происходит, это происходит в Украине и так далее, и так далее. Вместе с ними на разных ток-шоу выступают так называемые украинские эксперты. И как бы одни пытаются как бы Украину защищать, но эффект обратный получается. как вы относитесь вот к этим экспертам и играют ли они против Украины вот в этих ток-шоу? Я вообще не считаю, что это имеет какое-то значение. Но это же все театр. И в этом театре каждый, или цирк, и в этом театре каждый играет свою роль. Понятно, что никаких украинских экспертов в этих шоу нет. Да, там есть некие люди с Украины, которые не пользуются ни уважением, ни авторитетом, и которые туда просто ездят за деньги. И нам всем предлагали подобные варианты в 2014 году. Подобные участия. И мне в том числе. И мы знали стомы гонораров, которые предлагают этим людям. У которых, очевидно, нет там ничего святого. И на многих из этих людей у меня открывались глаза. потому что я вот с этим я работал в Москве 20 лет. Этих людей знал некоторых по Москве, они потом переехали в Киев. С некоторыми мы были даже в украинских национальных организациях в Москве. И когда я вот увидел некоторые из этих людей на московских ток-шоу, я все понял вообще, кем эти люди были в нашем национальном движении, в нашем попытке создать украинское движение в Москве в перестроечные годы. Но я был рад даже, что у меня, мне все стало ясно, с кем я имею дело. Ну и то, что Украина напичкана российской агентурой была за все эти годы, я бы сказал, до краев, ну это тоже понятно. Ну и сейчас часть этой агентуры активизирует, чтобы она играла роль украинских экспертов на российских шоу. У кого-то просто используют жадность, у кого-то честолюбие. У кого-то глупость. Понятно, что участвовать в российских псевдополитических программах для украинского эксперта, это все равно, что еврею приезжать в 30-е годы в Берлин, рассказывая о том, как живут, например, евреи в Варшаве в Варшавском гетто. Вы же помните, немцы снимали такое кино пропагандистское. Как хорошо жить в Варшавском гетто. Там и театры работают, и магазины, и люди там чудесно живут. Ну, путинский режим не брезгует подобными агитками. Это пусть останется на его совести и на совести людей, которые в этих агитках снимаются. Люди, которые жили в Варшавском гетто, не имели выбора. Они находились не только под прицелом камер немецких пропагандистов тогдашних, но и под прицелом автоматов немецких солдат. А псевдоукраинских экспертов ничего кроме жадности или возможно связи с российскими спецслужбами на эти телевизионные шоу не гонят. Виталий Я задам вопрос, вы меня поправьте, если я не прав. Я продолжаю просто тему вот этой пропаганды. Как мне кажется, могу еще раз скажу, могу ошибаться, что украинские журналисты могли бы более активно и как бы более так сильнее язвительнее отвечать на вот эту российскую пропаганду. Как вы думаете? Мне кажется, что вы в большей степени живете в мире этой российской пропаганды, чем мы. Может. У нас здесь нет телевидения. Мы очень многих каких-то таких вещей просто не оцелем. Мы живем в своем информационном пространстве. И нас не сильно волнует то, что говорит о нас Россия. Я не утверждаю, что это правильно. Я просто вам говорю, что мы уже давно с Россией живем в разных мирах. И если каждый раз реагировать на очередную чушь, которую она распространяет в мире, то тоже никаких сил не хватит. И кроме того, понимаете, в чем дело? Я считаю, что люди, если люди сознательно включают российское телевидение и смотрят его, и доверяют российским новостям, где бы это ни было, в Москве или Петербурге, в Вашингтоне или Чикаго, в Тель-Авиве или Праге, то эти люди имеют пониженный коэффициент моральной самооценки. Я не думаю, что я смог бы достучаться до этих людей, потому что у меня с ними различные ценностные категории. Ведь я, когда включаю какую-то российскую программу, я внимательно смотрю там, допустим, российские телеканалы, Россия-24, по работе мне необходимо, я читаю российские медиа различные. Я же понимаю, где ложь, где правда. Там это видно, это не нужно даже как бы комментировать. Если люди это воспринимают как правду, значит, эта правда соответствует их мировоззрению. Понимаете, я не верю в пропаганду. Я считаю, что человек видит в медиа то, что он хочет видеть. Когда я жил в Москве в начале девяностых годов, я очень хорошо помню, как многие мои соседи, простые москвичи, воспринимали свое собственное телевидение, которое тогда получило возможность наконец рассказать правду. О коммунистическом режиме, о репрессиях, о том, что происходило с экономикой, с людьми, о ГУЛАГе, много очень вещей. Эти люди считали, что российское телевидение оккупировано западной пропагандой, американцами, которые лжут о Великой России. И с их точки зрения в 2001 году, когда российское телевидение было окончательно подчинено государству и стало лгать, с их точки зрения оно стало говорить правду. Так что для них то, что сегодня происходит на российском телевидении, где это не пропаганда, это и есть правда. А вот та правда, которую они слышали в 90-е годы, это была пропаганда. Поэтому Путину и его гоп-компании так легко удалось очернить период 90-х годов сознания россиян. Потому что они и сами понимали, что это страшный период, когда все то, что они хотели бы не знать, не знать, как многие люди в гитлерской Германии хотели бы не знать о концлагерях. Им приходилось слышать со своих телеэкранов. Теперь со своих телеэкранов они слышат то, что они хотят слышать. И то же самое касается людей, которые живут в так называемом русскоязычном мире в диаспоре. они слышат, они хотят слышать. Это очень разные люди. Конечно. Но те люди, которые доверяют российской пропаганде, они слышат то, что они хотят слышать. Их нельзя изменить, потому что человека со сниженным моральным порогом изменить нельзя. Нельзя человеку привить мораль. Для этого, собственно, были созданы религии, чтобы у человека хотя бы страх перед Богом удерживал от преступления. А когда исчезает страх перед Богом, остается вера в Путин. Виталий Эдуардович, поверьте, мы тоже смотрим русские каналы чисто по работе и понимаем, на чьей стороне правда. Это видно невооруженным глазом. Ну и в принципе, мы будем так говорить, я просто дам уточнение. То, что вы сейчас сказали, это в большей степени не для нас, а для нашей общины, потому что какое-то определенное количество людей, живущих в нашей общине, вот так и думать то, о чем вы говорили. Так что это в большей степени для них. Я вас, конечно, сталкиваюсь и часто разговариваю с радиослушателями в Нью-Йорке. Я вижу, что радиослушатели в Нью-Йорке там на Брайтоне очень часто не понимают, что когда они призывают российские ракеты, которые должны уничтожить Америку, они их призывают на свою голову. Такая аберрация сознания. Когда человек как бы живет в Нью-Йорке, а на самом деле живет внутри российского телевизора и забывает, где он находится. И когда люди, которые живут в Соединенных Штатах, в стране, которая является центром, можно сказать, евроатлантического союза, упрекают нас, что мы хотим быть членами НАТО, в то время как сами они переехали в страну, которая является членом НАТО. Это сумасшествие, да, это какой-то маразм. Но мы вынуждены констатировать его определенного количества представителей вот так называемой русскоязычной общины. Как эти люди живут со своим этим шизофреническим раздвоением личности, я не знаю. Потому что, если бы я так ненавидел бы НАТО, ненавидел бы западные ценности, ненавидел бы европейские ценности, это же в Европе тоже происходит, я бы вернулся бы в Россию и жил там спокойно под защитой российского ядерного зонтика, не боясь Америки, не находясь внутри Америки. Ну, как можно понять сознание таких людей? Да, это шизофрения. Ну, хорошо, но это ничего нового тоже в этом нет, в таком диагнозе. Она, к счастью, не вяло текущая, как советская политическая шизофрения, она просто вот информационная, такая есть, не мешает людям жить, работать, чувствовать себя полноценными членами общества, уничтожение, которого они хотят. Ну, что? Виталий Эдуардович, движение Украины в Евросоюз и в НАТО. Вчера буквально, по-моему, вчера был подписан договор между Грузией, Украиной и Молдовой, такое ассоциированное движение, да, я могу ошибаться в трактовке, как вы видите вообще, как скоро Украина может оказаться в Евросоюзе, ну и самое главное в НАТО, то, что ей сегодня надо? Вступление Украины в НАТО зависит от того, как быстро наши вооруженные силы будут способны достичь стандарта НАТО, и как удачно наша страна проведет реформы, которые не будут мешать евроатлантической интеграции, не только в военной сфере, но и в экономической и политической. Но вместе с тем необходима политическая воля самого Североатлантического Альянса, потому что необходимо будет точно решить, каким образом в НАТО может войти страна, которая имеет территориальные конфликты с соседним государством, которая аннексировала часть его территории и оккупирует другую часть территории. Грузия это касается в полной мере. То есть, если будет эта политическая воля проявлена всеми государствами-членами НАТО, то Украина и Грузия смогут стать членами НАТО. И если среди государств НАТО не будет понимания этого момента, то, конечно, ни Украина, ни Грузия не станут членами НАТО до окончательного регулирования этих территориальных вопросов. Что касается вступления Украины в Евросоюз, то я, в принципе, считаю, что даже если мы будем двигаться по пути копенгагенских критериев, сами переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз смогут начаться только после того, как будет подходить к концу процесс интеграции стран Западной Балгарии. Этот процесс только на начальной стадии. И мы знаем, что есть весьма большие сложности из европейской интеграции Северной Македонии и Албании, из европейской интеграции Сербии, из европейской интеграции Боснии и Горсеговины, и тем более из европейской интеграции Республики Косово, независимость, которая до сих пор не признает ряд членов Европейского Союза. И до момента разрешения всех этих непростых вопросов, мне думается, сам переговорный процесс с Украиной вряд ли может стартовать. Так что, в принципе, я считаю, что Украина сможет стать членом Европейского Союза в ближайшие 20-35 лет, если она будет последовательно проводить необходимые реформы. Я считаю, что это глобальная проблема не между двумя странами, это глобальная проблема международного права. Дело не в нашей стране. Дело в том, что в Европе впервые после Второй мировой войны в Конституции двух стран Российской Федерации и Украины упомянута одна и та же территория. Даже когда Владимир Путин уйдет с поста президента России вследствие естественных причин или политических причин, из Конституции России Республика Крым никуда не делится. Я совершенно уверен, что сама аннексия Республики Крым и ее присоединение к Российской Федерации были грубейшим нарушением существовавшего тогда в России и законодательстве. Не было никакого референдума о независимости Автономной Республики Крым и не было никаких законодательных оснований проводить такой референдум. Сама независимость Республики Крым была провозглашена Верховным Советом Автономной Республики Крым, который не имел на это никаких конституционных полномочий и уже затем Россия присоединяла к себе это государство так называемое вопреки собственному законодательству и собственным договоренностям с Украиной. Я уже не говорил о присоединении Севастополя, потому что договоренности о присоединении Севастополя Владимир Путин подписывал с человеком, который вообще никем не был. Это был человек с улицы. Так называемый народный мэр Севастополя по фамилии Чалы, фамилию которого просто выкреплены на улице. И который не имея никаких полномочий от горожан, реальных, потому что никто никуда никогда не избирал. И это был государин России, кстати говоря. Подписывал с президентом России соглашение, согласно которому этот украинский город вошел в состав Российской Федерации. Это вообще смехотворно. Но это же произошло. Конституция Российской Федерации, как вы знаете, одобрена на референдуме изменения в ее определенные разделы. Это вполне легитимный для Российской Федерации документ. Поэтому я считаю, что обе наши страны находятся в тупике. И что максимум, что может произойти после ухода Владимира Путина, это хотя бы начало переговорного процесса между Украиной и Россией. Об урегулировании этого тупика. Но если в России не будет четкого понимания того, что был совершен акт оккупации, и это решение необходимо каким-то образом исправлять, а не делать вид, что этого тупика нет, то, конечно, отношения между нашими странами не нормализуются никогда. Я в то, чем думаю, что уход Путина может привести к проведению широкомасштабной международной конференции, на которой могут быть поставлены все эти непростые вопросы. Это касается, например, того, что Россия признала независимость грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии. Это касается неразрешенной проблемы Приднестровья. Все эти вопросы необходимо урегулировать. Точно так же необходимо урегулировать территориальные вопросы на Западных Балканах, которые, по большому счету, не дают от странам региона развиваться нормально. Точно так же придется урегулировать территориальные вопросы на постсоветском пространстве. Крым, прежде всего, потому что это самый сложный вопрос. Донбасс, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Карабах. Не мешало бы, конечно, урегулировать и вопрос анклавов центрально-азиатских государств, которые находятся в одном, анклавы одного государства, в другом государстве, что постоянно приводит к силовым столкновениям. Но это не такая сложная проблема, потому что там, к счастью, нет российских войск. Вот во всех конфликтах, которые я вам перечислил, перед этим присутствуют российские миротворцы или российские оккупанты, в зависимости от того, какая там ситуация в конфликте. И вот очень важно, чтобы все эти конфликты на какой-то представительной, возможно, международной конференции с участием России, стран, у которых она оккупировала территорию, западных стран, как посредников, чтобы эти вопросы были раз и навсегда урегулированы все. Может быть, с этого момента мы сможем нормально жить на руинах этого бывшего Советского Союза. Ну и, конечно, русским необходимо будет для этого смириться с мыслью, что Советского Союза больше никогда уже не будет. Не знаю, способны ли они. Потому что пока они живут прошлым, они не способны задуматься о будущем. Виталий Эдуардович, какой вы видите проект Украина в большом смысле? Поясню, что я имею в виду. Например, США это такая большая корпорация. Израиль это, скажем так, технологический хаб. Россия это такая большая бензоколонка. А как бы вы описали? Для меня Израиль это не технологический хаб. Для меня Израиль это убежище для евреев. Хорошо. Это не хаб он или не хаб. Израиль появился на политической карте мира, потому что было совершенно очевидное понимание того, что это единственная страна, которая в случае чего может гарантировать безопасность и выживание еврейскому народу. Где бы представители этого народа не жили? От Соединенных Штатов до Российской Федерации. Хорошо, я согласен с вами. В таком случае, как вы видите Украину. Это тоже никакой не проект. Это убежище для украинцев. Это единственное место на земном шаре, где украинец может почувствовать себя украинцем и сохранять свою украинскую идентичность, если у него есть в этом потребность и необходимость. Вот и все. Все остальное не имеет никакого значения. Все остальное это уже имеет... Важно, как то или иное государство развивается. Находит ли оно свое место в экономическом цикле, если хотите, в экономической конкуренции с другими странами. Каково это место? Находит ли оно что-то в мировой экономике, что является для него уникальным. Ну и так далее. Это уже процесс развития. Он может быть удачным, он может быть неудачным. Он может в какой-то момент быть более удачным, менее удачным. Самое главное, если у того или иного конкретного народа, если мы говорим о Европе, потому что я согласен, что новый свет устроен несколько иначе, потребность в таком убежище. Если у украинцев потребность в таком убежище есть, они его построят. Если у них потребности в таком убежище нет, но они его не построят. Вот и все. Мы сейчас проходим практически экзамен, тест на эти два... Время которой мы должны ответить, пишите вы себе, на эти два вопроса. Вопрос номер один. Это в принципе может ли Украина существовать как независимое государство и способен ли украинский народ к продолжительному государственному строительству, даже в момент, когда на него оказывается давление со стороны бывшей митрополии, со стороны России, чтобы этого строительства не было. И вопрос второй. Может ли независимое украинское государство существовать в границах Украинской ССР или оно не способно контролировать эти границы полностью? Все остальные вопросы, это третий, четвертый, пятый вопрос. Экономические реформы, благосостояние, преодоление коррупции. Все это очень важно. Но это все можно делать и в рамках другого государства, понимаете? Не украинского, а, например, российского. Строить там демократию. Бороться там, как вы говорите, чтобы перестать быть бензоколонкой, а стать более успешным экономическим государством. А вот нужно ответить на эти два вопроса. А для многих моих соотечественников, я бы сказал, для подавляющего большинства, эти первые два вопроса не имеют особого значения по сравнению с третьим, четвертым и пятым. С благосостоянием, с экономическими реформами, с борьбой коррупции. То есть они поставили развитие своей собственной страны с ног на голову. А я хотел бы, чтобы развитие Украины вернулось на ноги, потому что только в решении вопросов идентичности есть вопрос, нужно ли это государство вообще, или оно может преспокойно функционировать в качестве нескольких дополнительных областей соседней России. Виталий Эдуардович, не так мало времени, не так много времени остается, к сожалению. У нас очень интересная беседа. Любой народ начинается с его языка. Насколько современная украинская культура развивается? Есть ли какие-то проблемы в плане театров, кинематографа, я имею в виду в первую очередь, киностудию имени Довженко? Вообще вот это вот культурный украинский слой, насколько он, в каком он развитии? Популяризирован ли он? Очень интенсивно и интересно развивается. Кстати, это во многом еще связано с теми достижениями, которые у нас были после Майдана 2013-2014 года. Когда парламент, который существовал до захвата власти в стране популистами, принял целый ряд законов, который именно был связан с, скажем так, с развитием украинской идентичности, квотирование украинского языка в радио- и телевизионном эфире, помощь украинскому кино привели к огромному количеству украинской кинопродукции. Наши кинотеатры перестали быть просто провинциальными брянскими или курскими кинотеатрами. Они стали киевскими, львовскими и харьковскими. У нас появилось очень много новой, интересной, талантливой музыки. Если вы раньше приезжали в Киев до 2014 года и включали украинскую радиостанцию, вам казалось, что вы находитесь где-нибудь в Ярославле или в Вологде. По репертуару. Сейчас вы видите, что вы находитесь в другой стране, в другом цивилизационном пространстве. Театральное искусство у нас тоже вполне развивается. У нас есть потрясающие режиссеры, интереснейшие театры, причем отнюдь не только в Киеве, но и в Ивано-Франковске, и во Львове, и в Харькове есть интереснейшие коллективы, и во многих других городах, которые талантливо и очень самостоятельно работают и воспринимаются неплохо публикой на европейских театральных фестивалях. Этот процесс, он, к счастью, у нас интересная новая литература, украиноязычная. Этот процесс, он идет, он развивается. Но я вам сразу скажу, он требует государственной поддержки. Нынешняя власть Украины, к сожалению, очень часто не понимает значимости этих процессов, потому что она напичкана людьми, которые десятилетиями делали массовую культуру для российского рынка. И для которых самая главная трагедия того, что произошло после 2013-2014 годов, что они лишились доступа к этому рынку и к настоящему, к ним тогда казалось, заработок. И эти люди бесконечно далеки от украинских проблем, даже если они находятся в высоких властных кабинетах. Виталий Эдуардович, к сожалению, нам надо заканчивать передачу. Хотим от всей души пожелать и вам лично, и украинскому народу благополучия, мира, процветания, всего самого лучшего. И до следующего раза. Мы надеемся, что наша встреча это будет не последняя. Спасибо вам большое за участие. Удачи. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова